Косил от работы по покосу травы, получи штраф. Теперь районные власти смогут наказывать управляющие компании. Есть такая статья о привлечении к административной ответственности за недоработку. Недобросовестные конторы выявляют ежедневно. Одно замечание дают время исправить, второе грозит штрафом. Всего в городе почти 100 заросших газонов, которые необходимо подстричь. В первую очередь внимание призывают уделять аллергенам травам. Я обращу внимание всех коллег, что в соответствии 74-м ГД полномочия по благоустройству дворовых территорий лежат на внутригородских районах. Поэтому говорить о том, что там площадки ни за кем не закреплены или территории не разграничены, у вас есть контракты на бесхоз. Это раз. Во-вторых, это прямые ваши полномочия. Мы стоим на пороге формирования бюджета сегодня, в том числе и внутригородские районы. Доказывайте депутатам, районам, что данный вид работ просто необходимо выполнять. Если это на не закрепленных территориях, мы планируем уже в счет подрядной организации за средства бюджета района в план ставим на выполнение работ. Соответственно, если это какой-либо организации в их зоне обслуживания, мы выставляем замечания, направляем. Если меры никакие на следующий день не предпринимаются, фотографируем и уже привлекаем к административной ответственности. Также сложная ситуация со скоплениями веток, оставшимися после ураганов. Ветки в такую жару высыхают и становятся пожароопасными. Всего в Самаре обнаружен 51 адрес, где последствия сильного ветра до сих пор не разгребли. Вся информация, которую мы ежедневно передаем в администрацию района для принятия решений на установку. Отрабатывается замечательно. Да, отрабатывает. Но с управляющими компаниями у нас проблем нет. Сейчас и 4,25 хотя заработало. Мы на прошлой неделе уже 72 протокола составили на тех, которые не косят. Теперь у районных администраций и управляющих компаний есть неделя на устранение всех зарослей и скоплений сухих веток. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.